Сейчас, друзья, мы с вами поговорим. Никогда не догадайтесь о чем. Хотя и говорить-то, наверное, все же и страшно о том, что я сейчас произнесу, о молитве. Мы не можем о ней говорить, потому что мы не умеем. И вот сейчас мы прочтем слова одного из величайших святых последних времен святителя Игнатия Бринчанинова. В его книге в первом томе «Аскетические опыты», часть первая, из полного собрания сочинений, в шести томах, статья первая. Я постараюсь читать медленно, потому что я не чтец, и еще у меня больной голос, который не только всех раздражает, но и самого меня. К сожалению, другого нету. Уж потерпите. Мне многие говорят, Можеек, не стыдно тебе таким голосом читать? Стыдно, а что делать? Ну, если у вас ангельский голос, давайте. Давайте я с удовольствием вас возьму. Сразу проявляется наше православие, наше смирение. Это у актеров. Да, у них есть чем гордиться. И чего красоваться? У меня нет. В этом плане нет. Ну, постараюсь. О молитве. Статья первая. Вот часто приходится нам слышать, и мне, и вам наверняка. Говорят, молитесь, братья и сестры. Молитесь, молитесь. И настолько приелась вот эта просьба от священников, от высокопоставленных, священноначальства. Молитесь. Такое впечатление, что мы молиться знаем, что это такое, с чем едят, так сказать, эту молитву. А вот сейчас мы послушаем при чтении, наберемся терпения и узнаем. Ничего мы не умеем и не учимся, и самое главное, нет учителей. А если кто умеет молиться и будет говорить, что вас научу, это первый признак, что он сам не умеет. Тот, кто умеет, скажет, нет, 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 я не умею. Видите, тщеславие. И так, и с этой стороны, и с другой. Как мне сегодня, да, прихожанка после службы сказал, что она нашла старца. Я говорю, и долго ли ты искала? Она сказала, долго. А где? Сейчас я вам покажу его. Он не любит себя показывать. Я говорю, да, а как же ты узнала? Нет, он нигде не выступает, в интернете его нет. Я так думаю, да, интересно. Потому что все, кто любит себя показывать, понятно, это уже не старцы. А потом показалось, с огромным крестом ходит и родствует. Ну, я ничего не сказал, чтобы не расстраиваться. Ну, и так все ясно, понятно, да? Какое там и родство, как рассказывали. Или к Нектарию, короче, Мадриду одному не было говорить, откуда. Когда подошла одна женщина хотела сделать благословение, но и родство. Батюшка, благословите, но и родство. Кого? Тебе? Так ты и так дура. Кто я? Вот вам и все. Благословение. Ладно, это такое лирическое отступление, простите. Нищим свойственно просить обнищавшего грехопадением человеку, свойственно молиться. Молитва обращения падшего и кающегося человека к Богу. Молитва плач падшего и кающегося человека перед Богом. Молитва излияния сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека пред Богом. Первое обнаружение, первое движение покаяния – плач сердца. Это молитвенный голос сердца, предваряющий молитву ума. И скоро ум, увлеченный молитвой сердца, начинает рождать молитвенные помышления. Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и голова всех добродетелей как средство и состояние общения человека с Богом. Она заимствует добродетели из источника благ Бога и усвояет их тому человеку, который молитву старается пребывать в общении с Богом. Путь к Богу молитва – измерение совершаемого пути различные молитвенные состояния, в которые постепенно входят молящиеся правильно и постоянно. Научись молиться Богу правильно, научившись молиться правильно, молить постоянно и удобно наследуешь спасение. Спасение является от Бога в свое время с неоспоримым сердечным извествованием о себе, молящемуся правильно и постоянно. Для правильности молитвы надо, чтобы она приносилась из сердца, наполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца до обновления его Духом Святым, признавая, каковы и точно они, несвойственны выкающимся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении, как из темницы и оков, из порабощения страстям. Моисеевым законом предписано было израильтянам только на одном, назначенном от Бога месте, приносить все их жертвы. И законом духовным назначено для христиан одно духовное место для принесения всех их жертв. В особенности жертвы и жертв молитвы – это место смирения, по объяснению преподобного Пимена Великого, алфавитный Патерик. Не нужны Богу наши молитвы. Он знает и прежде прошение нашего, в чем мы нуждаемся. Видите, как пишет святитель? Не нужны молитвы. Господь все знает, что нам нужно. Он примыл осердно и на непросящих у него изливает обильные щедроты. Нам необходима молитва. Она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога. А чем более он упражняется молитвой, тем более приближается к Богу. Молитва при течении жизни, оставление ее, приносит душе невидимую смерть. Что воздух для жизни тела, то дух святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым, таинственным воздухом. Когда восстанешь от сна, первая мысль твоя да будет о Боге, самый начаток мыслей твоих. Еще не запечатленный никаким суетным впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, последние твои мысли да будут о вечности и царствующем в ней Боге. Ангел открыл некоторому святому инку следующий порядок мыслей в молитве. Благоугодный Богу. Начало молитвы должно состоять в исповедании Богу наших согрешений. Средина из словословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленное богодеяние Его. А в заключении мы можем предложить, впрочем, с великим смирением прошение Господу о наших нуждах душевных и телесных, предоставляя благоговейное исполнение и неисполнение этих прошений Его воли. Продолжение, друзья, следует. Потерпите, мне очень тяжело читать. Завтра продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok